11 февраля в Баку запланировано проведение заседания консультативного совета по проекту Южного газового коридора. Обсудим эту тему с гостем нашей студии, экономическим обозревателем CBC Фуадом Элизаде. Здравствуйте, Фуад Мялим. Фуад Мялим. Азербайджан в очередной раз принимает министерское заседание в рамках консультативного совета Южного газового коридора. И в рамках этого проекта мы знаем, что состоит этот проект из четырех сегментов. Это Шарданес стадия 2, Южно-Кавказский трубопровод и газопроводы Танап и ТАП. Я хотела бы у вас узнать значение, какое значение имеют эти проекты для нашей страны. В первую очередь отмечу, что завершение строительства и уже начало поставок природного газа по данным трубопроводам ТАП Танап означает в том, что дает возможность Азербайджану в полной мере использовать тот газовый потенциал, который есть в стране. Отмечу, что летом прошлого года ОПЕК подняла запасы азербайджанского газа с 1,2 трлн кубометра до 1,7 трлн кубометров. В тот же период, если несмотря на столь значительные запасы природного газа, Азербайджан не давал старт работам на Шардане стадии фазы 2, пока не были решены полностью вопросы договоренности строительства этих трубопроводов. То есть после того, как данные были одобрением всех Азербайджана и его партнеров, началось его строительство. И сегодня завершение его строительства позволит ускорить разработку не только месторождений Шарданец, но и других перспективных структур и месторождений в азербайджанском сегменте Каспия. То есть мы сможем полностью использовать такие месторождения Абширон, Карабах, Умид и другие, так скажем, еще перспективные месторождения, которые сейчас находятся в стадии поиска и разработок. Вот, Фатмель, мы как уже отметили, что завтра, 11 февраля, в Баку запланировано заседание консультативного совета по проекту Южного газового коридора. Вот как по-вашему, что ожидать от этого заседания и чем он будет отличаться от предыдущих? Еще, мне кажется, нужно учитывать то, что 31 декабря прошлого года началась поставка азербайджанского газа в Европу через трансадриатический газопровод. Вот именно в этом и отличие. Потому что, если прошедшие пять, скажем так, заседаний были непосредственно еще, так скажем, на стадии реализации проекта, то на этом заседании уже эти весь, вся цепочка Южного газового коридора уже действует. То есть, отныне до этого, если посмотреть предыдущие заседания, были различные протоколы о намерениях, о строительстве новых трубопроводов соединительных, например, направлений Хорватии. Было сказано о том, что Румыния хочет продлить трубопровод с Болгарией. Сейчас еще одно сообщение, что еще одна страна собирается присоединиться к Южному газовому коридорту, Македония, Северная. Если есть ММО-3, то уже на этом заседании уже будут идти конкретные разговоры. То есть, уже строить трубопровод и уже получать. Еще одним вопросом было непосредственно того, что уже с учетом того, что начались поставки, то уже будут рассматриваться и вопросы увеличения пропускной способности Южного газового коридора. То есть, речь будет идти о том, что мы знаем, что 6 миллиардов кубометров предусматривается для поставок в Турцию, 10 миллиардов кубометров предусматривается для стран Европейского Союза, то есть направления Европы. То есть, вполне возможно, что будет принято решение от 16 миллиардов увеличить до 20-25 миллиардов. То есть, почти на 10 миллиардов может еще увеличиться дополнительно, так скажем, поставки направления Европы. То есть, Азербайджан может увеличить до 20 миллиардов. Конечно, это будет не завтра, пока только собираются заявки со стороны компаний, которые представляют, и эти заявки будут рассмотрены. И в дальнейшем, я уверен, что все-таки будет принято решение о возможном расширении, потому что, я говорю, активно сейчас идут изучения, и все больше новых стран хочет подключиться к Южному газовому коридору. Отмечу, что это новый маршрут для стран Европейского Союза. И уже, как было неоднократно указано со стороны европейских партнеров, он предусматривает не только новый трубопровод, но и предусматривает новый источник. То есть, из Азербайджана первый газ будет идти стран Европы. В дальнейшем, я не исключаю, что более активно будут рассматриваться вопросы присоединения к этому трубопроводу и Туркменистана. Мы знаем, что в последнее время между Азербайджаном и Туркменистаном стали активно развиваться сотрудничество, и в частности, так называемое месторождение, дружба которой. И я думаю, что дослух. И оно выйдет на новый уровень, и я не исключаю, что Туркменский газ может пойти по Южным газовым коридорам. Спасибо вам большое за столь содержательный ответ. И отмечу, что гость нашей студии был экономический обозреватель CBC Фуат Ализада.